АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы играете? Умеете играть? А ну давайте, а ну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. Только умоляю, не та-та-та. Вот другое что-то. Поживее. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Марк! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы уволены, ребята. Вы уволены. Пожалуйста. Давайте под ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как вас зовут? Олегик. Ну родом. Откуда вы? Из Урала. С Урала. Земляк. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас появилась работа, Олег. Я же говорил, у нас скоро будут миллионы. А у кого-то она исчезла. Пожалуйста. Я прошу, да, коллектив Марка Эс пойти. АПЛОДИСМЕНТЫ До свидания. Давайте, ребята, пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Это программа «Ты смешной». На канале НТВ у нас в гостях Щекин Виталий Уфа. Виталию 23. По образованию инженер-эколог. Четыре года работал ночным санитаром в морге. Сейчас повар. Собирается рассмешить нас стихами, написанными на работе. Я вообще человек аполитичный, но патриот. И поэтому такое вот стихотворение. Поеду скоро я в Америку на их беду, И стану приставать, Отъявлено как дивам, По мере сил своих, И всех я там пи***ю. Исключительно по политическим мотивам. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне приятно, что это на вас не сказалось никак. Нет, вы знаете... На вашем творчестве. Была такая история, что человек попал в катастрофу, И у него было как бы состояние кома. Он впал. Ночной санитар сидел спокойно. Пил. Смотрел телевизор. Продолжайте, продолжайте. И тут по коридору Какие-то послышали шаги. Дверь открывается, И перед санитаром Стоит голый человек. Филипп Киркоров. Нет, но очень похоже на него. Слава богу. И что? Дальше. Это же не конец истории? Это все. Такая вот... Хорошо. А еще? Ну, пожалуйста. Ну, мне нравится эта тема. Кстати, у нас ночная программа Ты смешной? На НТВ. Виталий Щекин из Уфы Приехал на проект Ты смешной? Чтобы рассказать про Монг. Уедет ли он с этого проекта? Или останется у нас? Во втором туре Узнаем чуть позже. Олег из Народов, кстати. Ребята, наш новый музыкант. Скажите, ну как вам наше шоу? Прекрасно, превосходно. Отлично. Смешные все? Конечно. Они все смешные, в принципе. Смешные все? А вы не хотели бы Тоже пройти во второй тур? Получить миллион. А можно? Ну, если у вас есть, что показать, то... Есть. Олег из Народов. Сказка про девочку и маньяка. Жила-была маленькая-маленькая девочка. И жил-был страшный дядька-маньяк. Как-то девочка гуляла в садике. И подошел к ней дяденька-маньяк. Девочка, я тебя сейчас съем. Она говорит. Нифига. Как это, девочка? Ну я же маньяк, я же должен тебя... Она мне говорит. Нифига. И тут он стал за ней бегать. Упал и лежит. Девочка подходит к ним. Девочка подходит к ним. Девочка подходит к ним. Дяденька, почему ты не дышишь? Ха-ха-ха-ха. Мне дышишь! И все кончено, дайте всем. Олег! Олег Издоровев! Слушай, а так просто импровизация в туалете. Артур Пирожков и Андрей Борисович приехали на проект как участники, но стали ведущими. Артур по образованию мачо, а Андрей Борисович воспитывался бабушкой. Собираются рассмешить нас импровизацией. Артур Пирожков и Андрей Борисович Артур Пирожков и Андрей Борисович Артур Пирожков и Андрей Борисович Друзья, встречайте. Егорова Пелагея. Серебряно-Прудский район. Пелагея Михайловна маляр с 30-летним стажем. Держит двух кошек. Любит частушки, но стесняется петь при детях. Обещала сегодня не скромничать и рассвешить нас. Карета выехала с бара, в карете душно и темно. Ямщик просил, ты не давала, что? Открыть каретное окно. И вышла замуж молодая и стала быстро привыкать. И всем безропотно давала, что свою ручонку целовать. И вы, девчата, не стесняйтесь, Когда с ребятами одни И на диване начинайте Что? Мечтать о счастье, о любви. Пара-пара-липа-пара-липа-пара-липа-пара-липа-пара-липа-пара-липа-пара-пара-пара. Ну, спасибо вам! Пары-пары! Растопары! Время нашей программы ограничено. А хочется показать всех участников. Ведь у каждого есть над чем посмеяться. На комбинате прорвало баллон. Жидким азотом все вокруг залито. Из алюминиевых труб течет холодон. И ты лежишь вся инием покрыта Средь тушь коровьих, с выпавшим из рук Ножом огромным для разделки мяса Застывший на лице твоем испуг И на стене висящие колбасы Хоть баб таких, как ты, полно кругом Новый найду Судьба мне нанесла на сердце рану И после неизбежных похорон Я все равно тебя любить не перестану Я вас не мог видеть где-то в 15 километрах от Москвы в лесополосе Вопрос Что будет, если президентом будет Жириновский? Ответ Если президентом будет Жириновский, будет рукопашный бой между Жириновским и Алабамой Людмила Ивановна Скажите, а если президентом станет Ксения Собчак? Ой, вы знаете, я вот все время думаю про Жириновского Но так сердце сердцем мэра растревожено Ближе к центру дышится с трудом И везде парковки расположены Как от пробок уберечь наш общий дом Мы колец построим транспортных немерено Высотой в 15 этажей Облик города изменим мы уверенно По наставив друг на друга гаражей Что это, вы спросите? По-моему, была очень смешная программа на канале НТВ Ты смешной? Да, она закончилась Но не закончились наши участники Которые появляются на сцене нашего шоу Пожалуйста, вперед! Ты смешной! Ну а мы с тобой, Андрей Иванович, ведем зал Это шоу «Ты смешной», друзья И у нас в гостях... Как вас зовут? Армен Армен Тот самый Армен Пожалуйста, Армен Вам понравился кто-нибудь? Да, но больше всех мне понравился музыкант Музыкант Замечательный, шикарный пианист Шикарный пианист Олег Изнародов Олег Изнародов, да А еще мне понравились вон те детишки в пижаме, которые стоят Ничего так Правда, у одного усы уже с малых лет, но ничего, я сам такой же был Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова